В эфире новости Анапа-регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Даже нам говорили, что как будет, но все равно я вау, он так сказал, когда зашел. Наука «Град будущего» – эксклюзивный репортаж из военного инновационного технополиса «Эра». Были лишены своего законного права защищать свои интересы и интересы детей. Многодетная семья на грани выселения. Кто прав, кто виноват. История судебных разбирательств. Ребята сами пригласили иностранных специалистов, научились этой методике. Люди с безграничными возможностями. Анапские парадайверы заняли призовые места во всероссийском открытом первенстве. Глава Анапы Юрий Поляков принял участие в заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядков в Краснодарском крае, которое провел в Краснодаре глава региона Вениамин Кондратьев. На совещании обсудили работу по противодействию незаконной миграции на территории Кубани. В этом году в регионе официально трудились порядка 71 тысячи трудовых мигрантов. Из них примерно половина – те, кто уравнен в правах с российскими гражданами. Это жители стран, входящих в Евразийское экономическое содружество – Казахстан, Кыргызстан, Республик Белоруссии и Армении. Другая половина – оформили патенты, право на работу. А еще примерно 20 тысяч – это выявленные нелегалы. Три тысячи из них были выдворены за пределы России. Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что нелегальный мигрант в итоге должен обходиться работодателю никак не дешевле, чем житель Кубани или иностранец, который оформил разрешение на работу. Конечно, нужно жестко действовать и пресекать нахожение в крае нелегальных мигрантов. Но, на мой взгляд, нужно намного жестче действовать, потому что не тем, у кого они работают. Намного жестче, потому что вот те, кто их приглашает, они в первую очередь источник проблемы. Но если мы их, в первую очередь, жестко накажем, жестко, тогда, я думаю, что нелегальному мигранту просто негде будет работать. Просто негде будет работать. У него потеряется работодатель, исчезнет, растворится. Глава региона поручил проработать вопрос создания подразделения для координации работы по вопросам миграции в крае. Его задачами станет разработка стратегии миграционной политики, взаимодействие с правоохранительными органами, прокуратурой, руководством муниципалитетов. О военном инновационном технополисе «Эра», который в кратчайшие сроки был построен в Анапе, сегодня говорят не только в России, но и во всем мире. В конце прошлой недели именно здесь Владимир Путин провел совещание по развитию вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. А перед этим президент России познакомился с технополисом и дал высокую оценку увиденному. И здесь действительно есть на что посмотреть, в этом убедилась наша съемочная группа. Рекордные 155 дней и ночей. 25 июня президент России подписал указ о создании инновационного военного технополиса. Осенью «Эра» уже начала свою работу. Сегодня это Наукоград со всей необходимой инфраструктурой. На территории есть и бассейн, и амфитеатр, и даже свой ледовый дворец. Но самое главное – это научные лаборатории. Здесь каждое из них можно добавить. Уникальное. Как, впрочем, и результаты исследований. По чувствительности мы приблизились к природному чувству обоняния. Человеческий нос воспринимает по чувствительности до 10-3 мг на метр кубический. Нос собаки 10-6. По некоторым веществам мы достигли 10-8. Этот не имеющий аналогов газоанализатор – лишь один из проектов, и большинство из них можно отнести к категории продукции двойного назначения. Сегодня зачастую разработки военных становятся катализатором для развития российской науки в целом. В гражданских структурах это, прежде всего, будет представлять интерес для экологического мониторинга, именно по индикации биологических агентов, биологической природы. И, соответственно, в военных структурах это все-таки позволит качественно обнаруживать биологические агенты. Впрочем, и открытия гражданских ученых без внимания военных не остаются. Лучшие изучают, дорабатывают и берут на вооружение. Изначально технологии виртуальной реальности были созданы главным образом для развлечений. Однако теперь их адаптировали, и они работают на укрепление обороноспособности нашей страны. Робототехника и IT-системы, нано- и биотехнологии, информационная безопасность и аппараты жизнеобеспечения. Всего 8 направлений научных исследований. Зрение и искусственный интеллект у машин – это лжереальность. Пример тому – новейшая разработка от концерна Калашникова. Приоритизация цели определяется по нескольким факторам. Нейронные сети у нас определяют результат классификации, либо человек, либо транспортное средство. А также учитываются физические характеристики и цели. То есть скорость движения, траектория, масса и прочее. Вот сейчас цель – это я. И в зависимости от команды оператора, эта установка может либо дальше продолжить отслеживание, либо же она просто уничтожит меня. Вот здесь, на этой платформе, может быть установлен любой крупнокалиберный пулемет. Радиус поражения до 2,5 километров. Сегодня представительство в Технополисе открыли 38 ведущих предприятий страны. Конструкторское бюро Сухова свою лабораторию разместило в числе первых. Признаются, решение приняли сразу, как только поступило предложение. Ну, первое – то, что мы можем быстро получать обратную связь от военного представительства, то бишь и решать какие-то, ну вот, вот прям сразу на месте прикладные задачки. А для выполнения задач нужны люди. На кадре сделали особую ставку. Отбор операторов научных род шел по всей стране. Сегодня здесь лучшие выпускники российских вузов. Вячеслав с красным дипломом окончил Московский энергетический институт. Служить именно здесь захотел сам. Теперь думает остаться и после демобилизации. После службы у меня было предложение на гражданке, соответственно, от представителей энергетики больше, чем авиации. Но если будет возможность сотрудничества вместе с ОКБ, с Хой, то я бы и рассмотрел это предложение. Сегодня в Технополисе служат 160 операторов. Из них сформированы 4 роты. Условия проживания, как в хорошем отеле. В казарне будущего есть все необходимое. Даже вид на море. Такие прекрасные помещения, все есть. Телевизор, совмещенный санузел, душевая кабина. Это превзошло все мои ожидания. Все даже нам говорили, что как будет, но все равно я вау, он так сказал, когда зашел. Впрочем, говорят военные, это только начало. Сейчас эра активно налаживает связи с предприятиями оборонки и научными центрами страны. Уже сегодня, очевидно, будет продолжение. В планах строительство второй очереди Технополиса. Сергей Корабельников, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Прививочная кампания от гриппа в Анапе завершается. По сообщению Управления здравоохранения, план календаря профилактических прививок выполнен на 95%. В настоящее время на территории курорта вакцинацию против гриппа уже прошли почти 60 тысяч взрослых анапчан и около 30 тысяч детей. По эпидемпоказаниям также привито 10 тысяч человек. Вовремя сделанная прививка – это наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. Она позволит снизить вероятность заболевания в 3-4 раза. До завершения вакцинации остается меньше недели. Поэтому медики призывают всех родителей внимательнее отнестись к здоровью своих детей. Чтобы сделать прививку от гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. И к другим темам. Многодетная семья Пятибратовых из Анапы направила обращение президенту страны, уполномоченному по правам ребенка и председателю Верховного суда. Они в шаге от выселения из собственного дома. Иск подали соседи, которые заявили, что строение на соседнем участке представляет опасность. Они проиграли судебное разбирательство в Анапе, которое длилось почти полгода. Однако за одно заседание выиграли апелляцию в Краснодарском краевом суде. Теперь подают новый иск. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Обеспечить соблюдение конституционных прав, законов Российской Федерации, интересов и имущественных прав несовершеннолетних детей, собственников жилых домов, прав многодетной семьи, для которых это жилье является единственным, говорится в обращении семьи Пятибратовых. У них трое несовершеннолетних детей. В наследство им досталась часть дома в центре Анапы с очень плотной застройкой и, как следствие, нарушенными пожарными отступами. Это делается с согласия соседей. Пятибратовы утверждают, что оно есть и было дано еще в 2005 году. Тем не менее, соседи подали иск о сносе в Анапский городской суд. Дело рассматривали более полугода. Экспертиза подтвердила соответствие жилого дома правоустанавливающим документам и отсутствие угрозы кому бы то ни было. В иске было отказано. Прошли майские праздники, и вдруг краевой суд отменяет решение Анапского суда и выносит решение жилой дом многодетной семьи снести. К слову сказать, заседание в Краснодаре длилось всего 10 минут. Мы, ответчики, не были уведомлены должным образом о проведении апелляционного слушания, соответственно, не присутствовали на нем и были лишены своего законного права защищать свои интересы и интересы детей. Оказалось, что повестки из Краснодарского суда были отправлены по ложным адресам. О том, что в краевом суде вынесли новое решение, Пятибратовы узнали случайно. Оказалось, письма направили на другой адрес. Это доказывают выписки, взятые по почте, официальные документы. В Краснодаре без ответчиков сторона Тарасян заявила, что на соседнем участке не дом, а гостиница. Опираясь на решение апелляционного суда, Тарасян подали новый иск в Анапский суд. Они требуют запретить семьям с детьми проживать в доме, отключить коммуникации. Общественники направили уполномоченному по правам ребенка при президенте России письмо с рассказами о ситуации, в которой оказалась анапская семья. Она сейчас изучает эти документы, отдала уже в дело их. То есть она тоже в курсе. И надеемся, что она тоже подключится к рассмотрению вот этого случая, вопиющего. Остаться в зиму без жилья, без крова над головой, по воле суда, просто это вопиющее безобразие. Пятибратовы обратились к президенту России, председателю Верховного суда, председателю Краснодарского краевого суда с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анапские парадайверы вернулись с четвертого открытого первенства из Воронежа с бронзовой медалью. В состязаниях на кубок регионального отделения ДСАФ наши пловцы участвуют с их основания. Анапчане всегда занимали призовые места и отличались сплоченной командной работой. В межсезонье парадайверы не имеют возможности проводить практические занятия, однако инструкторы продолжают преподавать теорию. О том, что в Анапе есть дайвинг-клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья, Артем узнал 4 года назад из журнала. Это стало решающим аргументом. Из республики Коми он переехал в наш город. Своё первое погружение вспоминает до сих пор. Ощущения такие были непередаваемы, можно сказать. Очень паниковал первое время, то, что как с водой купались, раньше в речке в детстве тоже. Но такого ощущения, как с дайвингом, ну дайвинг, с аквалангом я имею в виду. Таких ощущений, конечно, ну не передать, можно сказать, словами. Невесомость такая для тела это очень полезно, именно в нашем положении как бы. Ну и посмотреть, что там. На словах тоже всё не выскажу. Как говорит Артём, за два года страх перед открытой водой окончательно отступил. Пришло время попробовать свои силы на краевых и всероссийских состязаниях. В этом году четверо анапских парадайверов взяли бронзу первенства на кубок регионального отделения ДОСАОВ. Дистанция состояла из трёх этапов. Эстафета – один из самых сложных. На дно бассейна устанавливались два кольца. Участникам необходимо было проплыть сквозь препятствия, не задев бортики бассейна. По словам пловцов, призовое место им помогли занять опытные инструкторы. Ребята сами пригласили иностранных специалистов, научились этой методике, приняли их опыт. И теперь с этой программой Акваглобус, фонд содействия государственной программы «Доступная среда» идёт впереди планеты всей. Сейчас дайверы проводят теоретические занятия и готовятся к летнему сезону. Зимой из-за низкой температуры они сталкиваются с трудностями при проведении практических тренировок. Как руководитель команды я должен сказать, что из года в год наше мастерство растёт, мы наращиваем наш спортивный потенциал. Но на самом деле, к сожалению, ситуация у нас обстоит очень-очень плачевно, потому что мы не имеем своей тренировочной базы. Мы тренируемся только в летний период времени, и то не всегда это получается делать, поскольку клуб ведёт коммерческую деятельность. Наши ребята все работают, работают в клубе, работают на предприятиях города, занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью, и летом не всегда получается тренироваться. Поэтому возможность тренироваться только в межсезонье, либо осенью, либо весной. Руководство клуба ищет спонсоров, чтобы приобрести свою тренировочную базу. В этом году клуб «Акваглобус» отметил своё 20-летие. Он активно сотрудничает с фондом «Доступная среда». Уже весной в дайвинг-центре от теоретических занятий перейдут к практике. А значит, ещё у нескольких детей, которые нуждаются в реабилитации, откроются безграничные возможности увидеть все краски подводного мира. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-Регион. Далее информация о партнёре программы. Тренажёрный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажёрный зал «Витязь». Все виды тренажёров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова